Посмотреть, как менялся город и каким мог бы стать, если бы все эти проекты удалось реализовать. Путь архитектурного становления Барнаула изложен на 30 планшетах. Столько же лет назад открылась творческая мастерская классика, которая спроектировала самые известные объекты краевой столицы. Если внимательно почитать небольшие короткие события, которые на каждом подрамнике, то можно проследить историю страны за 30 лет. Потому что там мы описываем и жизнь в нашей мастерской, и что происходило вокруг нас. Ну и, конечно, такой срез архитектурный, то есть как развивались и вкусы, и события, и стили, и направления. Это здесь все, конечно, есть. А еще на выставке есть макеты, которые с приходом 3D-моделирования стали создаваться все реже. Есть те, которые успешно реализовались, а есть и другие, которые воплотить в жизнь так и не удалось. Очень интересный был нам предложен вариант. Это пешеходного моста, который идет над вот этой развязкой всей и уходит на набережную. То есть можно спокойно прогуливаться, даже на велосипеде проехать и спуститься. Ну вот такая идея была. Идей за 30 лет было много. Сосчитать количество проектов не может даже сам руководитель мастерской. Говорит, сбились со счета после 500. Но свои любимые и одни из наиболее успешных работ называет сразу. В 2005 году мы построили пассаж магазин на Старом базаре. И вот время прошло, и мы понимаем сейчас, что эта уместная постройка, она прижилась, она стала действительно классической такой. А сейчас, да, нам кажется, что интересный будет комплекс локомотив жилой, который сейчас строится. С ним тоже целая история связана. Она начинается еще с 2014 года. И мы его не то чтобы выстрадали, но это был такой непростой, сложный проект. И радостно то, что сейчас он как раз реализуется. Место для размещения выставки тоже выбрано не случайно. Где, как ни в музее и город, говорить об архитектуре Барнаула? Конечно же, в глубь истории мы всегда уходим. Как начинал застраиваться наш Барнаул, как появлялась первая архитектура, как его называли, маленьким уголком Петербурга из-за красивых зданий. И приятно посмотреть, что в современное время эта тенденция сохраняется. За первую неделю выставку посетило порядка 100 человек. Увидеть ретроспективу архитектуры Барнаула можно до 10 июля. София Иценко, Вадим Быстревский, День с толком.